Микс Ньюс Глава Латвийского общества врачей Петри Сапинис у нас сегодня в студии. Доброе утро. Давно уже не глава... Вот так вот у нас всё. Давно уже не глава общества врачей. Уже, ну я так должен сказать, будет 7 или 8 месяцев. Уже прошло, пока я уже там не там. Так, глава Латвийского общества врачей Петри Сапинис у нас сегодня в студии. Поговорим мы, конечно, о медицине, поэтому подключайтесь и вы. Вы можете писать и в WhatsApp нам 2306191. Ну, главная тема, по которой, скажем так, сегодня встреча наша состоялась поводом для нашей встречи, это понижение акциза на алкоголь. И как вы к этому относитесь? На ваш взгляд, какие риски существуют у этого решения? Я написал протест уже в наш кабинет министров и на Всемирной организации здравоохранения. Всемирной организации здравоохранения как раз 27-28 июня. Было глобальное заседание по алкоголю и как снизить употребление алкоголя. Главный документ в декларации сказано, что все государства должны снизить возможность покупки алкоголя. И самое главное – это юноши и дети. И там работает только один принцип – цена, который государство должно поднять либо с акцизом, либо с другими налогами. И всем государствам это рекомендовано. Латвия – это один из членов Всемирной организации здравоохранения. Мы все за это голосуем, а потом здесь на месте играем какой-то каринш, без перевода, какой маленький каринш эстонцам и литовцам и так далее. Если мы так будем продолжать, мы достаточно хорошо знаем, что в Литве в бензоколонках давно уже нельзя покупать алкоголь. Мы знаем, что в Литве в воскресенье фактически невозможно покупать алкоголь. Мы знаем, что в Литве уже отдельно нельзя покупать в большем магазине все вместе. То есть и эстонцы, и литовцы в этом направлении ушли далеко от нас, а мы плескаем полку вместе с алкогольными торговцами и производителями. А в чем суть того, что будет повышена цена? То есть всегда существует два мнения. Первое – это то, что алкоголь станет не таким доступным, и, соответственно, у нас просто народ перестанет спиваться в таких количествах, но, с другой стороны, увеличивается риск того, что начнут просто делать дома. И тогда этот алкоголь будет, но он будет уже некачественным. Да, фактически мне сильно не интересует тот, который пьет, покупает в точке, и который потом меня в реанимации его привозит. Как-то справимся, но это не наше будущее. Наша проблема – это то, что более чем 50% наших детей употребляют алкоголь более или менее, и то, что они начинают употреблять алкоголь до 15 лет. Второе – то, что мы знаем, что человеческий мозг – это существо очень нежное, оно не развивается до 18 лет, как мышцы, скажем, или кости. Мозг развивается до 23-24 лет, и когнитивные наши способности развиваются чуть позже. Если человек до 24 лет алкоголя не успел научиться употреблять, он фактически никогда не может быть алкоголиком. Если он не начал, скажем, курить, фактически не может быть курильщиком. Если он не начал какие-то употреблять наркотики, он не будет наркоманом. Если мы смотрим на мировой опыт, тогда лучше всего с этими проблемами борются, скажем, Норвегия или Исландия, которые умудряются 90-95% всех детей увлечь занятиями фактически полупрофессионального спорта, то есть все дети каждый день тренируются в любой какой-то вид спорта. В тот момент им нет времени, нету на них смотрят, они не пьют, не курят и все остальное. Они проживают вот этого 20 с чем-то лет и нету проблем таких. То есть дети фактически никогда не покупают в точке, нету этого. То есть дети всегда покупают в магазине, 90% наших детей отвечают, да, мы знаем, как покупать алкоголь в магазине. То есть или у нас есть уже один в класс, который старше 18, либо у меня есть друг, который старше 18, который покупает для всех остальных. Но эти дети очень просто. Сколько у меня есть денег, сколько я могу спить. У него нет другого варианта. То есть мы не боремся за душу этого пьяницы, который идет на точку, а мы боремся за душу ребенка, который не пьет до сих пор. Но вы имеете в виду, вы сейчас же не как врач. Я как врач. Но на вашей практике привозили детей, которые требовали... Я сам реаниматолог взрослый в практике, то есть я никогда не был педиатром. Но то, что у нас всегда есть дети, которые запоют, пьют больше, чем возможно, это фактически каждый день. И в детско-клинической больнице, и в токсикологическом центре, ты сразу же не отличишься, чем в 16 или 18 лет, они все время есть. А есть какая-то закономерная, что, например, как правило, привозят детей или обращаются за помощью дети из неблагополучных семей? Или это миф, то есть на самом деле какой ребенок... Очень-очень по-разному. Если мы помним, у нас была такая ситуация, когда у нас были так называемые спайсы или химические вещества, которые употребляли, которые были... Была возможность покупать, пока мы их не запретили. Тогда мы помним, что больше детей были из очень хороших в семье. То есть не зависят... Совершенно нет. В детей мало зависит. То есть есть какой-то такой неприятный процент на счет этих интернат-школ, где все-таки умудряются один другому дать самую плохую информацию, не самую лучшую информацию. Если нет там хорошего учителя или хорошего преподавателя, который за них и наблюдает, тогда там, конечно, появляется больше этой возможности. Это известно. Какая надежда есть на то, что не будет снижен акцесс на алкоголь, более того, цены на алкоголь еще и поднимутся? Я в любой ситуации думаю, что каждое государство должно думать не только о совокупности очень многих вещей. И алкоголь – это одна из тех вещей, на которых можно поднимать налоги. Если мы достаточно хорошо знаем, что Латвия собирает слишком мало налог или слишком маленький бюджет, ну, скажем, меньше 30% ККП, значит, мы должны смотреть, где возможно брать. Я всегда думаю, что можно брать на луксус автомобилей, на алкоголь, на табак и так далее, и так далее. Там, где никому не повредит то, что будут повышены цены. То, что у нас, к сожалению, есть точки по всей республике, и, скажем, на 500 людей есть одна точка, и единственный человек, который в поселке не знает, где эта точка – это полицейский. Ну, есть у нас такая. Все остальные знают, точно все дети вам скажут. Вот в том магазине полицейский никогда не видел, не знает, ничего не слышал об таком. Ну, это наша такая проблема, что, к сожалению, Министерство внутренних дел, ну, почему-то, я знаю, то, сколько приезжает через нашу границу черный алкоголь, особенно с белорусской стороны, притом, я не хочу сказать, что он очень плохой, потому что Белоруссия – это государственный бизнес, не там, все дело, алкоголь, дело только государство, там есть очень хороший контроль, но то, что все время завозят со стороны Белоруссии, и то, что никогда этого не видят наши службы, ну, это, к сожалению, реальность. То есть, я думаю, что самый большой камень мы должны бросать в сторону Министерства внутренних дел. – А есть, скажем, какие-то показатели, что, например, там, не знаю, в этом году людей с проблемами с алкоголем или вообще тех, кто зависит, тому же, меньше, например, или их больше стало? – Ну, и мы не можем сказать, один год мы не можем смотреть на побольше линии. Мы должны сказать, да, у нас в Латвии есть хорошие приметы в том, что вообще-то употребляют немножко меньше, вообще-то такие трагические ситуации с очень большим употреблением алкоголя и больницей или моргом у нас становится чуть меньше, но я должен сказать, что все время мы в одном месте, это мужские самоубийства, были за литовцами. Но литовцы так много сделали, чтобы снизить этого алкоголя, что они нас оставили в последнем месте. То есть, мы теперь опять находимся в том, такой своеобразный показатель мужской самоубийства, где мы находимся, и это всегда связано, очень-очень связано с алкоголем. – То есть, у нас по сравнению с Литвой количество самоубийств, которые совершаются под алкогольным упьянением, – Нет, вообще, она всегда, мы не можем сказать, он точно связан с алкоголем или он закончил пить 2-3 дня назад, но мы точно знаем, что алкоголь – это очень-очень-очень связывающее с употреблением алкоголя, всегда коррелирует с этим показателем, что называется самоубийство. И самоубийство – это иногда не только то, что мы видим, это иногда автовары, которые мы не видим, или утопления, которые тоже мы не видим. И мы знаем, что по этому показателю всегда молодые мужчины – это то, ну, молодые, ну, скажем, до 50, это те, которые делают самоубийство. Женщины делают, они должны думать о своих детей. Ну, есть такое дело. Да, но если мы говорим, мы сейчас говорим уже о взрослых людях, то повышение стоимости алкоголя, оно ведь не сильно снизит этот процент. Ну, взрослые люди, как правило, могут себе позволить пиво купить и за 1 евро, и за 3 евро, да? Да, в любой ситуации, в Северной организации здравоохранения показывают, что все главные шаги, каким образом мы должны работать, это, во-первых, увеличить цену, во-вторых, снизить возможность покупки, третье – это борьба с нелегальными алкоголями, четвертое – это снижение рекламы любого, и прямого, и непрямого, прямой рекламы. Четко показывает, скажем, то, что повышение цены, хоть немножко, будет 5 раз лучше действовать, чем, скажем, учеба в школе «Алкоголь плохой». Напомню, телефону прямого эфира – 672-12-93-9, 672-13-93-9, экс-глава Латвийского общества врачей Пэтрис Аппинис. Можно ли вас назвать публицистом? Вы активно пишете и общаетесь? Я просто главный редактор пары журналов, то есть я всегда… Всего там здоровья именно. Нет, 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 то есть врачебных, и в Латвии, и в мире, то есть… Вот по поводу ваших публикаций, вы недавно сказали, что, опять-таки, с алкоголем связано, что вот наш национальный праздник, Лига Яновдень, он является такой, вы сказали, вселатвийской, ну, пьянкой, если можно так перевести. Знаете, не только пьянкой, я всегда боюсь, что человек – это такое существо, которое не только пьет, но и слишком много кушает. И раньше, когда не было, скажем, холодильника в доме каждого человека, он, то есть один раз за две недели был какой-то праздник, типа, кому-то день рождения, там Лига, там Рождество, ну и так далее, и так далее. И тогда ему какого-то из, не знаю, поросенка или там теленка, или там овца, там, срезали голову, все поели очень-очень хорошо, но остальные две недели, там, ели более-менее крупу или зерно, или, ну, что-то было. И много работали физически. Да, и достаточно много. Теперь у нас полный этот холодильник, всех очень полный холодильник, но все равно они умудряются именно на этих праздниках съесть слишком много. И это, то есть этот пик все равно оставляет, и этот пик еще добавляет с алкоголем. То есть, если мы хотим по-настоящему своего, поджелудочную железу или печень по-настоящему повредить, тогда это две вещи мы делаем одновременно. То есть очень много употребляем алкоголя и кушаем, ну, все, что возможно. То есть, ну, и, конечно, я из этого, как и раньше боялся от праздников, потому что праздник у меня был побольше работы, там, в реанимационном отделении, так и сейчас боюсь того, что мы просто праздник делаем как возможность ухудшить своего здоровья. Ну, а что делать нам? Праздники не отменить. Это должны быть какие-то компании, напоминать. Либо пить, либо есть. Выбирать одно. Ну, я могу сказать, что вот есть разные виды, как иначе немножко, ну, скажем, заниматься, скажем, спортом. Есть разные виды, как можно что-то делать лучше. Я знаю, что есть люди, которые лучше танцуют, поют или делают что-то типа такое. Я в таком варианте выбираю ехать на, скажем, какие-то соревнования. А вы чем занимаетесь? Какой вес спортивный? Я раньше занимался ориентированием и легкой атлетикой. Марафон у меня был 2,37. Ну, так, ничего. 42 километра? Да, 2,37 у меня самый лучший результат, да. Есть к чему стремиться. Надевайте наушники. Теперь уже нет, к этому нельзя достремиться. После 60 можно добежать, а не на результат. Надевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро. Доброе утро. У меня такой вот вопрос, когда перед повышением по радио везде начали говорить, сколько Латвия теряет, если мы поднимаем цену, а все остальные спускают. То есть больше 100 миллионов и так далее. А есть с вашей стороны какая-то цифра, сколько мы потеряем в результате, когда у нас появится много молодых алкоголиков, будущих алкоголиков? Спасибо. Спасибо. Во-первых, как нам известно, есть денег для всего, кроме для медицины, и еще меньше это для медицинской науки. То есть таких цифр, которые я могу точно прямо сопоставлять со стороны Латвии достаточно трудно. Всегда мы работаем с цифрами, которые имеет Европа. Мы это делаем, но сейчас у нас есть не только алкогольная проблема, у нас приближается марихуана, у нас приближается разрешение всяких других, что в Европе есть, вещей, которые очень повлияют на мозг молодого человека. Но если мы знаем мировой опыт, тогда мы должны сказать, что самое главное – это порвать за детские мозги, то есть не дать допиться в детстве. Ну и с такой точки зрения мы знаем, что любое снижение цен оставляет именно там самый плохой впечатление, то есть результат. И то, что наши три страны не могут определиться и делать одну местную политику – это просто позор нашему кабинету министров и нашим соседям также. Как Вы думаете, в этой ситуации министр здравоохранения должно было какое-то громкое слово сказать? Ее не было слышно последние несколько недель, когда шло обсуждение этой темы. Я не буду критиковать сейчас, и нет таких возможностей, это пусть критикует президент общества, врачей доктора Селднецца. Я должен сказать, что Министерство здравоохранения было слишком посевное. Про Министерство здравоохранения чуть тоже хотелось бы поговорить. На этих выходных прошел фестиваль «Ламп». Там была дискуссия о смене поколений врачей, о том, как врачи, вот старое поколение врачей, насколько оно впускает новое поколение, насколько поддерживает, что у врачей достаточно консервативное вот это отношение к молодежи, что молодежь там, их 35 еще молодежь, еще не… ну и, в общем-то, наверное, это в отношении врачей и действительно есть место быть такого мнения, потому что учеба длится долго, и для того, чтобы опыта набраться тоже надо много времени. Что вы можете сказать про преемственность? Я должен сказать, что, конечно, ситуация изменилась, когда я закончил медицинский институт, у меня было 23, и я 25 уже был главным врачом достаточно большого округа в России, то есть. Но сейчас это гораздо меньше возможно, потому что фактически учеба, во-первых, в школе 12 классов, потом 6 лет институт, потом 5-6 лет резидентура, и, скажем, дети, обычно, которые становятся сейчас врачами, они реальным врачом становятся после 30. Это достаточно плохо с точки зрения, что очень много из навыков в медицине – это навыки точности. Ну, скажем, японцы сейчас в микрохирургии врачи дают совет, они нашли каких-то девушек в возрасте 16-18 лет, которые очень точно и очень прям могут делать один шов, ну, который очень под микроскопом. Ну, если мы смотрим, что такой шов в микрохирургии – это уровень микрон, ну, тогда, конечно, мы понимаем, что иногда молодость дает большие промышества, потому что пожилому человеку иногда что-то не так уже получается. Другое – это то, что медицина всегда будет не только практикой, но всегда будет искусство и будет опыт, знание и очень много остальных вещей. И я не очень уверен, что в Латвии так плохо с переменной поколением. Я очень хорошо знаю много врачей. То есть у меня две дочери – врачи, я вижу их сокурсников, как они входят все в медицину, их друзья, они очень реально, они в возрасте 33-37 лет все, они очень реально, очень хорошо заходят в медицину. Они иногда, как они хорошо занимают новые позиции, новые методики, они очень хорошо знают иностранный язык, они очень легко едут месяц или два поучиться где-то по всему миру, там, Новая Зеландия или Америка, у них нет проблем. То есть то, что было в нашем поколении, что я учился больше в Москве, то есть если я куда-то мог поехать учиться, тогда я сказал, что я могу поехать в Москву поучиться. То есть у них есть возможности побольше, и я не очень-то уверен, что есть большая проблематика. Конечно, профессура у нас, особенно в нашем Страдоневском университете, профессура, ну, скажем, пожилая. А вот эта пожилая профессура готова уступить свои места молодым? И есть ли кому уступать? И есть ли кому уступать? Нет, есть кому уступать, я думаю, что это всегда такое движение есть, молодой пробует старого человека. Меня же тоже подбинули, шел от больших постов. А беда? Ну, с каждым свое время. То есть и в любой ситуации такие возможности есть. И я смотрю, у нас есть общество молодых врачей, и я вижу себя в молодости, когда мы делали общество врачей, когда 30 лет тому назад мы были молодыми. Я вижу общество молодых врачей Латвии, фантастическое общество, фантастические молодые люди. Есть возможность, есть сила, есть идеи. Но и при этом, скажем, из каждого утюга рубят о том, что у нас не хватает специалистов, что у нас недостаточно квалифицированные специалисты и так далее. Где правда? Ну, как вам сказать, всегда будет очень разной профессией. То есть если мы видим, что на данный момент сложилась ситуация так, что все те системы, которыми мы работаем в приватной сфере, то есть, ну, вы же не скажете, что ВЦ4 или ВЦА каких-то проблем с людьми. Нет. Ну, все те специальности, которых можно зарабатывать деньги, они очень хорошо закомплотированы. Где у нас проблемы реальные? Проблемы у нас реальные в тех вещах, где нашего молодого специалиста очень легко там замануть за границей. Ну, анестезиология, радиология. То есть в психиатрии я думал, что будет труднее, потому что там очень важно знание языка, но там тоже очень быстро умудряются, потому что нехватка специалистов не только в Латвии, а в богатых странах Европы. Мы видим, что вся Европа, врачи стареют, это во всем мире стареет, не только стареют люди, как такие, но стареют и медицина. Я понимаю, что я должен буду работать до 85 лет, нормально, потому что, ну, какая там пенсия, мы должны будем работать дальше. То есть, ну, мои пациенты тогда будет уже 95 или 100 лет. Так что, ну, нормально. Ну, да, такая картина не очень радужная. Вы будете больше еще жить, ничего такого, там плохого нету. Если не будем пятикурить, главное, чтобы было качество жизни. Вы должны понять, что вы 100 лет увидите, то есть вы фактически будете близко к 22 веку, ну и вы должны понять, что в тот момент вы не будете, может быть, такой красивой, интересной, такой, но вы все равно будете, я надеюсь, что с хорошим навыком и там читать и думать. На скамеечке будем с тобой сидеть. То есть, вы думаете, что у нас продолжительность жизни все-таки увеличится, несмотря на алкоголь, сигареты и прочее. С 90-го года увеличилось на 9 лет в средние, и я думаю, что в среднем мы будем также продолжать. Каждые три года один год латышеские люди будут жить на один год больше. То есть, мы будем гоняться за, там, скажем, Исландией, Норвегией, Японией, Южной Кореей, то есть, тем, теми государствами, которым есть очень большая продолжительность жизни, можно сказать, в Израиле уже там стреляют, там война, иногда все остальное, но все равно продолжительность жизни у них, ну, один из лидеров всего мира. Так что это то, что у нас, ну, конечно, есть проблемы, но всеобщее отношение к здоровью у нас достаточно хорошее, и мы продолжаем увеличивать нашу жизнь. Вы сказали, что с финансированием у нас проблема, об этом, да, действительно, несколько лет, на протяжении нескольких лет говорили, но в прошлом году сказали о том, и тогдашний министр здравоохранения Анда Чакша, и правительство, которое было тогда, которое утверждало и делало бюджет на этот год, не утверждало, а проект делало, и сказали, что такого финансирования у здравоохранения не было никогда, что это прям вот исторически большие деньги. Как Вы думаете, тут проблема в перераспределении каком-то, или все-таки в количестве? И на что надо делать упор? На исследование медицины? Или мы можем закупать эти новые технологии? Ну, самые большие проблемы – это то, что мы государственный бюджет пока не смотрим как такого, ну, я должен был сказать, как пицца. То есть столько-столько уходит образование, столько-столько уходит обороне, столько-столько внутренним силам и так далее. Мы смотрим, скажем, если на образование, то, скажем, через здравоохранительный бюджет идет вся Острадоневский университет, или через сельскохозяйственный университет идет, сельскохозяйственный университет идет через Министерство сельскохозяйственного хозяйства. То есть у нас все перепутано, сколько возможно, и реальные цифры мы иногда не видим, если сравнивать, скажем, с Эстонией. Но все равно мы можем сказать, есть такие у нас отрасли, где, ну, относятся к средним европейским показателям, есть там, где больше, и там, где меньше. И мы, конечно, видим, что больше всего у нас самоуправление финансируется. Вы понимаете, если маленький самоуправленец города имеет в три раза больше зарплаты, чем, там, президент министров, или, там, побольше города, там, у кого есть еще порт, ничего остального, он вообще может себе позволить очень много, тогда они вообще живут немножко в другом мире. Второе, это, конечно, я, конечно, люблю культуру и люблю образование, но обе эти наши отрасли получают больше, чем в среднем из ИКП в Европе. И третье, что я должен сказать, у нас на такой маленькой количестве жителей очень много дорог. Но очень, вся государство маленькими дорогами полное, и мы все время их поддерживаем, асфальтируем и так далее. То есть, если мы видим, что там слишком много, мы видим, что по всем показателям медицина – это самая плохая оплачиваемая система в нашей стране. То есть, ну, я всегда должен смотреть, что у нас никто другой денег не будет приносить, у нас, мы должны с наших налогов, с нашего бюджета взять. То есть, мы видим, что, скажем, там, строители или дорожно-строители или учителя, которые имеют иногда там больше учителей, чем в школе учеников, мы видим, что деньги ходят там лучше, то есть, сам принцип идет в ту сторону. – Вы 12 лет занимали должность главы Латвийского общества врачей и не стали выдвигать себя на следующий срок, потому что… и одну из причин назвали невозможность коммуницировать с Минобразованием, потому что и камнем преткновения стали вот эти две корзины, которые предлагали. Ну и как бы теперь ни посты, ни корзины, так понимаю. – Да, ну, видите, как сказать, всегда человек не должен засадиться слишком долго в одном посту, это не самое лучшее, чем мы можем увлекаться, то есть, конечно, это интересно быть президентом общества врачей, но я понял, что я все-таки должен что-то иначе делать. Ну, общество врачей – это ты каждый день, все-таки, большинство дня думаешь только и только о деньгах, или, ну, каким образом ты должен все время свое общество там покормить, там, делать бюджет, ну, там, организация достаточно богатая, конечно, но все равно, там, каждой, это конференции, журналы, это издательства, это и так далее, и так далее. Ну, иногда есть трудно всю жизнь думать только о деньгах, мне интересует больше медицина, я так должен сказать, теперь я могу больше публицироваться, тоже не как-нибудь плохо. – Ну, давайте наушники, примем звонок. Доброе утро. – Да, пока что доброе. Господин Апинис, вот так два вопроса. Первый вопрос – нет ли желания посетить Ноябрьск, откуда начиналась ваша карьера, все прочее, потому что вот вы как-то тут приграничные там Балве и приграничные пусковские провинции там сравнивали, явно не в пользу пусковских, так сказать, медицинских работников. А вот в Ноябрьске я когда-то там был, вы знаете, я думаю, что вам бы, если бы вам был кто-то сфинансировал это, как-то понятно, что за свои деньги может быть тяжеловато, но надо бы все посмотреть все-таки. – Я, ну, и вопрос, можете задать, пожалуйста, мало времени у нас. – Да-да-да, второй вопрос. У вас тут с этим самым, ну, не буду называть фамилию, господин Алинов в детстве, вы там занимаетесь проблемами Тибета, вот, как вы, продолжаете этим заниматься или как, что, чего добились? – Спасибо. – Ну, спасибо, во-первых, спасибо за вопрос насчет Ноябрьска, это мое детство, то есть юношество, я был молодым врачом, 4 года работал в крайнем севере, то есть достаточно близко от полярного круга и был, заведовал больницей тогда, и даже облздравом, и мне очень было там красиво, молодежь, прожил, приехал обратно, конечно. Очень всегда мечтал, у меня есть очень хороший друг, который у меня всегда, я должен сказать, мой учитель в российскую палату врачей руководит Леонид Михайлович Рашали, и он всегда говорит, давай поедем обе туда. – Свою молодость. – Да, и мы доехали с ним на Новосибирск, мы доехали до Омска, но никогда не доехали на Ноябрьск, то есть я иногда в России читаю лекции, и мне очень нравится, и Россия до сих пор, то есть мне нравятся россияне, то есть ты никогда не можешь забыть то, где ты был. Вот, и меня приглашают иногда читать Иваново, Владимиро, ну, в разных университетах прочитать лекции, но в Ноябрьске нет университета, к сожалению, еще. То есть хочется, но никогда не получается. Вчера был в Балве, но в Псковщину не приехал. Ну, я очень люблю то, что мы должны быть ответственными не только за себя и всех остальных народов, которых меньше везет, и я из такой точки зрения всегда руководил организации Тибета, ну, продолжаю, но мне гораздо молодые люди, гораздо активнее меня, я просто больше меня там выгляжу, как такое, которое показательное лицо. Возвращаясь немного назад к вашей фразе о том, что вам приходилось на пасу главы Латвийского общества врачей интересоваться в основном деньгами, заниматься финансовыми вопросами, но вы, как ремиатолог, не не легче ли заниматься деньгами, чем ежедневно видеть, как у вас на руках умирают люди, например? Ну, видите, каждая специальность есть, ну, то есть мы выбираем ту специальность, которая нам дана. Ну, я понимаю, мне очень трудно, скажем, дать наркоз для маленького ребенка или, там, смотреть маленького ребенка, а у меня лучший друг, у него это норма, он там идет на хирургические операции вот такого ребенка, который недоношенный, там, пару месяцев, ему это кажется все совершенно нормально. То есть мне, моя, то есть философия, это человек рождается, человек умирает, и я достаточно хорошо понимаю, почему я всегда выбираю именно те медицинские отрасли, где больше, скажем, реальной работы или реальной математики или реальные знания. Ну, то есть анестезиология и реанимация – это математика в медицине. А можно тогда личный вопрос? Вот за годы профессии и, скажем, того опыта, который вы наработали, как вы лично относитесь к смерти? На своей, за своей смертью? Вообще, да, упугает на вас, или вы уже столько насмотрели, что это как бы норма? Я должен сказать, что, знаете, мне будет, у меня есть такая своя, своя передача, ее делает ТВ-24 каждый понедельник, сегодня тоже будет, у меня есть свои, приходят интересные люди, врачи, медики, сегодня придет фармацевт, она обычно проводит. 15-го мы говорим о смерти, и есть проблема в том, что иногда мы пробуем уленить человеческую жизнь, если мы имеем достаточно средств, и можем уленить человеческую жизнь достаточно много, скажем, израильский премьер-министр 11 лет был в коме, его искусственное дыхание и все остальное, но он фактически ни с кем не разговаривал, ни с кем не жил, он не вообще был фактически в таком ситуации, но и богатый израиль не может всем после инсульта дать возможность искусственно жить еще 11 лет. То есть я сам бы никогда не хотел, чтобы мне кто-то, ну, продлил мою жизнь больше, чем это было бы мне нужно. Но у меня есть свои документы, где я сказал, что мне никогда нельзя приливать кровь, ни в коем случае, если я не в немаемом ситуации. А если я буду в контакте, я, наверное, все равно это не допущу или так далее. То есть мы, конечно, врачи и особенно те, которые работали в таких ситуациях, я бы не хотел, чтобы меня, ну, скажем, поддерживали искусственно. Но вы не боитесь? От чего? От смерти? Да. Все вырождаемся, все умираем. Такой возможности, что мы останемся здесь слишком долго, нет такой возможности. Даже после 30-50 лет, когда мы будем делать искусственную печень, почку, я даже думаю, легкой, и тогда мы не сможем сделать искусственный мозг. Значит, то, что у нас самое важное в нашей жизни, это то, что находится над плечами выше, и мы живем столько, пока мы можем думать. Поэтому цикл закрылся. Меньше курить и меньше пить, чтобы сохранить мозг и дольше прожить. Про курение и сохранение жизни вы обмолвили, что легализация марихуаны – это было бы, наверное, неправильное решение. Вы и как врач к этому так относитесь? То есть вы против легализации медицинской марихуаны? Нет, во-первых, это медицинская марихуана – это ложь, миф. Конечно, есть, ну, как у любого растения, мы можем найти лучше и хуже разных вещей. Любое растение может внедрять на человеческие разные функции. И, конечно, каким-то образом марихуана тоже может снимать боли, может снимать какую-то частичную депрессию. Судороги и так далее. Есть идея, но всегда мы должны сказать, что у нас в нашем распоряжении есть медикаменты, которые лучше. И все показатели показывают, что в сравнении, ну, скажем, как обезболивающее средство, на моем распоряжении есть гораздо лучше медикаменты, чем марихуана. То есть те, которые продвигают марихуану, они не продвигают для того, чтобы помочь онкологическому больному, они продвигают для того, чтобы были открытия эти двери и могли по ним зайти рекреационная марихуана. Есть один симптом, то есть два, даже синдрома, который маленьких детей, судороги, которых можно употреблять, один специфический препарат марихуаны. Это реально работает, это реально доказано. Но этот синдром один на миллион жителей, то есть у нас никогда его не было. Если он бы был, мы бы с удовольствием помогли этому ребенку достать эти медикаменты. Но всем остальным это все брехнем. Спасибо, глава Латвийского общества врачей. Врач, можно сказать, сейчас публицист и ученый. Петтери Саппинис был на студии. Спасибо вам большое.